Приветствую вас на канале Плеско Михаила, дорогие друзья! Сегодня вас ждет кое-что действительно очень интересно, а именно рубрика Креатив от подписчиков. Вас ждет сейчас очень сложный, тяжелый контент, и я настоятельно рекомендую вам поставить чайку или кофейку и обзавестись печеньками. Я вас предупредил. Мой друг канал Unlock Solution, все ссылки на него будут в описании к этому видео, действительно интересный товарищ, и у него очень интересные видеоролики. Настоятельно рекомендую посмотреть и подписаться. Так вот, канал Unlock Solution снял для меня очень подробную инструкцию, как самостоятельно собрать прошивку для понижения версии Android с 10 на 9 на современные телефоны Huawei Honor на базе 10 Android, естественно, используя MRT Dongle. Кроме того, ссылочку на проверенного продавца MRT Dongle также можно посмотреть в описании к этому видео. А мы приступаем, погнали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать, как подготовить прошивку для даунгрейда телефонов Huawei с 10 версией на 9.1. Итак, начнем. Что для этого нам нужно? Нам нужен MRT Dongle, подключенный к компьютеру, и заранее подготовленная прошивка, и перейдем к телу. Открываем MRT Dongle, переходим во вкладку Huawei Tools, откроем Huawei Flash Tools, и так вот, открылась программа. Сегодня будем пробовать делать даунгрейд на телефоне Huawei P30 Pro, заблокированный на Google аккаунт. Переходим во вкладку Unlock Account, выбираем Read Info и нажимаем на Start. Здесь считывает информацию, что мы видим. модель телефона Vogue L29, версия 10.0.0.190, регион C461. В папку, в которой мы подготовили уже прошивку, распаковали, нам нужно будет откатиться на версию 9.1.0.185, регион C461. Стоит заметить, что перед тем, как прошивать телефон или делать даунгрейд, нужно обязательно смотреть на регион телефона, так как, если залить прошивку от другого региона, то просто-напросто телефон перестанет включаться. Нам нужны две прошивки, заранее скаченные. Первая прошивка это та прошивка, на которой нужно делать даунгрейд, то есть версия 9.1.0.185. А вторая прошивка должна быть идентичная той прошивке, которая стоит на телефоне, либо близкая по обновлению. Вот мы искали в интернете и не нашли идентичную прошивку, то есть 190 версию, а нашли 186 версию. И теперь попробуем через нее откатиться. И что для этого нам нужно? нужно будет распаковать все эти архивы для подготовки верлист файлов. Телефон можно уже отсоединить от компьютера, и пока выключить телефон нам пока не нужен. нужно будет сперва подготовить прошивку для даунгрейда. Самое первое, что нам нужно, это подготовить верлист файлы. именно эти файлы помогут нам откатить телефон на старую версию. Верлист файлы мы будем брать от той прошивки, которая идентичная прошивке на телефоне или близкая самая. и так мы должны все папки распаковать. То есть архив файл и так мы должны все мы уже распаковали три папки. Это base, cast и preload. Архивы. И теперь можем удалить архивы. Переходим в папку base. здесь находим table.app файл перемещаем в папку заранее созданную можно назвать верлист эту папку. Перемещаем сюда table.app и переименовываем. Название можно поставить разные без разницы. Можно пронумеровать просто. Но чтобы было понятно мы оставим table.app переименуем его так 1 пробел бейс мы взяли этот файл с папки base то есть назовем его 1 пробел base table.app Обратно переходим в папку cast здесь 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 находим файл table.app перемещаем ее в папку верлист вставляем переименовываем назовем его 2 пробел cast пробел table.app теперь переходим в папку preload находим table.app перемещаем ее в папку верлист вставляем тоже переименовываем 3 пробел preload пробел пробел table.app теперь перейдем в папку cast находим файл update.app перемещаем ее в папку верлист вставляем переименовываем 4 пробел мы этот файл нам взяли с папки cast то есть нажимаем ее cast пробел app перейдем в папку update sd preload находим папку файл то есть update перемещаем ее в папку верлист вставляем переименовываем 5 пробел preload апп update апп теперь переходим в папку base находим update апп у нас она весит 5 гигабайт перемещаем в папку верлист вставляем файл переименовываем 6 нижний пробел base так как мы взяли из папки base и пробел update все мы подготовили файлы для создания верлист файлов файлов остальные папки и файл можем уже удавить теперь переходим в программу huawei переходим во вкладку write flash здесь выбираем файл которые мы подготовили уже папка p30 pro пирлист выбираем самую первую 1 base table app здесь находим start hex вкладку нажимаем нажимаем на опции и выходит make верлист to file нажимаем на нее и нужно будет ее назвать нажимаем здесь на кнопку 1 и она нам предлагает название удаляем app и точку и сохраняем верлист верлист файл уже создан выбираем второй файл cast table нажимаем на start hex make верлист файл здесь пишем 2 и выходит название вот удаляем app и точку сохранить верлист файл создан выбираем третий файл это 3 preload table ап нажимаем на start hex make верлист файл удаляем удаляем и сохраняем выбираем 4 файл 4 cast table ап 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 то есть make верлист файл нажимаем на 4 удаляем app и точку сохраняем сохраняем выбираем 5 файл make your list to file сохраняем тоже и остался последний файл это 6 пробел base пробел update ап нажимаем на start hex make верлист файл нажимаем на 6 и она нам сама предлагает название и удаляем и сохраняем верлист файл уже создан теперь можем через эту подготовленную прошивку откатиться на 186 прошивку и по идее через нее можно будет и откатиться на 9 1 версию верлист файлы уже подготовили здесь нам нужны только верлист файлы то здесь нам не нужны нам не нужна самопрошивка а то как верлист файлы здесь мы забыли удалить одну точку сейчас переимену сейчас переименуем сохранить в общем выбираем 6 перлист файлов 4 5 и 6 перемещаем ее паку 9 и 1 перемещаем сюда теперь переходим в паку прошивки 9 и 1 0 185 здесь тоже нужно будет все архивы распаковать чтем пока распакуется пока распаковывается архив файл я хочу вам предложить подписаться на мой канал мой канал называется Unlock Solutions здесь немного видео не забывайте подписаться на наш канал не забывайте Распакуем второй архив CastArchive и распакуем третий preload архив распаковали все три архива удалить архивы они уже нам не нужны здесь заранее создаем папку можно назвать 9.1 переходим в папку base находим в table app перемещаем его в папку 9.1 и сразу же переименовываем 1 пробел base table app переходим в папку cast перемещаем table app и переименовываем 2 пробел cast в table app переходим в папку preload перемещаем в table app и переименовываем 3 пробел preload tag lab теперь переходим в папку cast находим updated перемещаем в папку 9.1 9.1 переименовываем 4 пробел 4 пробел cast так как мы взяли этот файл с папки cast update app теперь в папку preload находим в папку 9.1 переименовываем 5 пробел preload update app остался последний файл update sdbase папки перемещаем папку 9.1 папку 9.1 папку 9.1 папку 9.1 тоже переименовываем 6 пробел base update app мы подготовили прошивку 9.1 и можем удалить остальные папки перемещаем перемещаем ее в папку 9.1 куда мы переместили верлист файлы заранее подготовленные вставляем прошивку 9.1 теперь перемещаем эту эту папку в рабочий стол чтобы нам было легко найти прошивку теперь переходим к самой прошивке как нужно будет зайти в recovery mode на Huawei P30 Pro на 10 версии я вам сейчас покажу подключаем к компьютеру и зажимаем громкость вверх и включение как появится надпись Huawei отпускаем кнопку включения и удерживаем кнопку громкости вверх ждем пока войдет в режим recovery вот зашел в режим recovery здесь выбираем update mode выбираем usb update note показывает 5% и через компьютер прошиваем заранее подготовленную прошивку открываем мрт Huawei Flash Tool выбираем прошивку а еще забыли про текстовый файл Flash я уже заранее ее подготовил этот файл тоже перемещаем в папку с прошивкой и верлист файлов открываем ее видим здесь файлы которые нужно будет прошить выбираем на рабочем столе папку папку 9.1 текстовый файл Flash и так начинаем нажимаем на старт прошивка пошла на телефоне показывает 99% это нормально ждем окончания прошивки прошивка длится около 10 минут и самое главное смотрите перед тем как прошить регион телефона и чтобы должна обязательно совпадать регион прошивки с регионом телефона так как если залить прошивку от другого региона телефон просто перестает включаться и на данный момент на некоторых моделях Huawei не получается их восстановить в Продолжение следует... 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 телефон закрутился в режиме сейф мод теперь просто сбрасываем через настройки и телефон включится уже без аккаунта просто нужно будет его активировать спасибо за просмотр не забывайте подписаться на наш канал блок solutions нас ждет много интересного